Непростая ситуация с коронавирусной пандемией не стала препятствием для запланированных работ по благоустройству в одном из самых красивых и удобных для жителей сельских поселений Славянского района – Прибрежном. Наша съемочная группа побывала там. Предлагаем вашему вниманию репортаж из этого поселения. Пять замечательных поселков, которые входят в состав сельского поселения – совхозный, прибрежный, вишневый, садовый, степной – словно жемчужины на общей нити. И каждый из них по-своему хорош. Их жители привыкли жить окруженные вниманием и заботой со стороны местных властей. И со своей стороны они стараются внести свой посильный вклад в общее дело, обустроить свой двор и прилегающую к нему территорию с тем, чтобы самим наслаждаться этой красотой и щедро делиться ей с окружающими. Дом образовывало содержание по улице Урожайной, поселка Прибрежного, где живет Людмила Гончарь, весь в цветении роз и других цветов. И это заслуга его хозяйки. И мне очень нравится, чтобы было чисто, аккуратно, чтобы свело все. Люблю и я стараюсь. Болею, не болею, мы стараемся. Так же мне и муж помогает. Строительство с жителями небольшого прудика с фонтанчиками, окруженного цветами, деревьями производит самое приятное впечатление. Разумная инициатива работает на общее благо. И для всех проживающих здесь приятно, что их нужды власти известны и все выполняется. Все делается для благоустройства жителей. Дороги постоянно подсыпаются. Очень рады, очень довольны. Администрация работает, администрации. Все везде косится. У нас отлично для детей сделали. Тротуарчик детки доходят в школу. Чистенькие, красивые. Очень все хорошо, все прекрасно, очень довольны. Альфа и омега любого благоустройства прежде всего состояние дорог. Им уделяется первоочередное внимание. Ремонт дорог, нанесение дорожной разметки, подсыпка дорог, ямочный ремонт асфальтированных дорог. Вот сейчас у нас все эти работы выполнены. Все, что было по плану вовремя. Произвели благоустройство улицы от Калиновой до Кирпичной. То есть новую дорогу сделали. Не забывают здесь и о дорогах в гравийном исполнении. Подсыпка, грейдирование и укатка улучшают их качество. Эти работы были проведены в частности в поселках Садовом и Степном. В год памяти и славы нельзя было оставить без внимания и благоустройство памятников героям Великой Отечественной войны и прилегающих к ним территорий. Участвуя во всероссийской акции, высадили в поселение и сад памяти. Мы сделали благоустройство возле стелы памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Новый тротуар 99 квадратных метров из новой плитки сделали, абордюрили. И по улице разведчика, памятник разведчику, мы там тоже сделали благоустройство территории. Если упустить из виду быстро растущую траву, то вскоре общественные участки поселения примут запущенный вид. Поэтому обкашивание идет постоянно. Работы ведутся по козьбе, уходные работы за клумбами, за парками. То есть работа не прекращается, ведется в плановом режиме. Красятся детские площадки, уже покрашены практически все. Каждые две недели производится обкос детских площадок. Сотрудники администрации работают в тесном взаимодействии с жителями. На переднем крае квартальные, которые служат связующим звеном. Жители нашего поселка обогараживают свои дворовые территории. Вы посмотрели, вот объехали поселок, вы видели, сколько много цветников, зелени, фонтанчики разные, розы растут. Особенно весной тоже очень много тюльпанов, ирисов. Уровень благоустройства в прибрежном сельском поселении повышается. Сказываются годы планомерных усилий. И жители многоквартирных домов стараются не отставать от частных, чтобы и в их дворах было красиво. У нас даже многоквартирные дома, вот агрономическая 19, 17А, весь агрономический городок, там замечательные клумбы. В поселках также возле многоквартирных домов стали, чего раньше не было. Парк на центральной усадьбе сада-гиганта, который пока пустует из-за карантинных ограничений, не остается без ухода и радует глаз свежей зеленью и цветами. Работы по созданию комфортных условий для жителей и гостей поселения успешно продолжаются и в этом году.